Дорожная инфраструктура Также Развилковской школе сильно затруднен. До этого времени мы заезжали беспрепятственно напрямую с общих дорог прямо к дому и к школе. Сейчас данный выезд у нас ограничен. Нам оставили только одну полосу. Причем надо будет проехать не напрямую, как мы раньше ездили, а в объезд через соседние дома. Тема требует проработки и юридической оценки, поэтому ответ займет некоторое время. Еще более долгоиграющая ситуация у Ирины Спиревой. Женщина проживает в деревне Мамоново, где отсутствует водоснабжение и канализация. Заложниками этого коммунального вопроса стали более тысячи человек. У нас нет канализации, хотя мы живем в трех километрах от Камкада. Вообще нет, никакой. И самое главное, кроме канализации, у нас нет водоснабжения. Мы пользуемся водой скважины, которая была пробурена совхозом имени Ленина в 1960 году. То есть 64 года назад. Вторую часть встречи провел глава Ленинского городского округа Станислав Катров, который в течение почти двух часов лично отвечал на все вопросы и обращения. Жители, близлежащих к развилке деревень, обратили внимание на ситуацию с мусором. И решение этого вопроса есть в ближайшее время здесь, а также по всему муниципалитету появятся новые дополнительные контейнеры для мусора. Мы с региональным оператором уже договорились на 50 дополнительных контейнеров. Если контейнеры понадобятся еще, значит они предпоставят их еще. Потому что они являются региональным оператором по нашему городскому округу. И если они откажутся это делать, они этим региональным оператором являться не будут. Большая беспокойность у местных жителей вызывает дорога развилка Дроздова беседы, на которой нет освещения. Мы давно уже боремся, мы сейчас в нем вкратце знаем, что посетите. Потому что здесь сидеть там на дороге смерти. Тему прокомментировал заместитель главы Ленинского городского округа Сергей Гаврилов. Действительно вопрос очень острый. Несколько лет, ну что-то получилось, не смогли выбить на уровне области финансированные эти видеоработки. В этом катере, в этом беседном катере, соответственно, почти шесть деревень на эту дорогу выходит. Несколько ТОБХ, то есть там действительно объективно надо просить освещение, делать освещение. Станислав Катеров пообещал взять ситуацию с дорогой под личный контроль. Все обращения приняты в работу, без внимания никто не останется. Встречи с заселением в формате выездной администрации будут продолжены в округе на постоянной основе. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.